Важно ли на исповеди рассказать обо всем в подробностях? Почему батюшка часто отвлекается и не дослушивает до конца? Ну, батюшка явно не из-за того, что у него шило где-то, и он как ребенок крутится на уроке и не может выполнить свою миссию до окончания исповеди, до чтения разрешительной молитвы. Скорее всего, священник пытается оказать вам это благодеяние, принять вашу подробную исповедь во время богослужения, когда он должен давать возгласы, производить какие-то действия. Но, видя вас как овец неимущих пастыря, имеет сострадание и выходит еще и поисповедовать. Так что осуждать его за это, мягко говоря, странно. Лучше уж поблагодарить Бога за такого участливого пастыря, который хоть и перегружен своим служением, но тем не менее старается и вам уделить время. И, может быть, не всегда у него есть досуг быть привязанным прямо к этому аналою с крестом и Евангелием и выслушивать вашу долгую, искреннюю и подробную исповедь. Теперь о подробностях. Исповедью святитель Феофан называет не перечисление общих страстей, присущих всему роду человеческому. Это не исповедь, это вот в случае чтения подготовительных молитв бывает некоторое напоминание. Некоторые путают чтение грехов общих с самой исповедью, считают от того, что они услышали среди перечисленных священникам грехов, которые он зачитал вслух всех собравшихся в храме, всех собравшихся на исповедь. Некоторые считают, что это уже и служит к разрешению их согрешения. Это заблуждение. Так называемое общее перечисление грехов не является исповедью для всех, а является только напоминанием тех грехованных страстей, в отношении которых нам нужно проверить каждому самого себя. А исповедью по определению святителя Феофана является сообщение ясное, внятное на исповеди в присутствии священника перед Крестом и Евангелием фактов проявления тех самых многообразных страстей, которые присущи роду человеческому. Не само перечисление гордыни, похоти, раздражительности, гневливости, нелюбви к ближним, а фактов их проявления в твоей собственной жизни. И называется исповедью, результатом которой после прочтения разрешительной молитвы над вашей главой священником и является Богом дарованная чистота, освобождение от этого греха и в этой жизни и в будущей. Не поставлен он будет в грех, в вину тому, кто сам себя перед Богом и в присутствии священника за него, за этот грех осудил и спросил у Бога прощения. Христос однозначный и неоднократно засвидетельствовал своим ученикам, что дает им власть, и в полноте эта власть была ими получена в Пятидесятницу, при схождении Святого Духа на апостолов, дает им власть разрешать очищать грехи людские. Кому вы простите на земле, будет прощено и на небесах. Кому не будет на земле, вами, через вас оставлено согрешение, то оно остается на его душе, и человек остается виновным за свои прегрешения. И не так страшно в жизневременной, как страшно предстать в грехах, как в шелках, уже пред очами светлейшими тысячи солнц, очами Божьими, которые и в ангелах усматривают недостатки, и на солнце пятна, уж тем более невозможно утаиться той душе, которая не потрудилась, не позаботилась за время земной жизни в соответствии с повелением Божьим освободиться от бремени греховного. Так что исповедь – это не какое-то однократное событие жизни или редкое какое благодатное приключение, это образ нашей жизни. Как мы призваны телесно всегда поддерживать чистоту своего тела, чтобы не запаршивить, чтобы не покрыться всякой коростой внешней и всеми видами кожных и подкожных болезней, так и душа призвана, поддерживая свое единство с Богом в церкви православной, непрестанно очищаться покаянием, действием благодати Божией в этом таинстве, которое и обеспечит человеку, кроме этого прощения грехов, еще чувство чистоты, как тоже некоторый навык чистоплотности душевной, который отражает уже действительно любовь к Богу и способность жить по-христиански. Только тот, кто регулярно, систематически, часто исповедуется, тот потихонечку приобретает в себе и дух самоукорения, так нужный нам. Ибо святитель Феофан говорит, что мы должны быть как ангелы, только те непрестанно приносят жертву хваления, будучи святыми и непорочными духами, а нам надлежит непрестанно приносить Богу жертву самоукорения. И этот покаянный плач в сердце не может сформироваться, если не исповедоваться часто, не приобретать опыт вот этого частого очищения души, примирения с Господом через самоукорение и обличение своих грехов на исповеди. Какая мера подробности? Все ли нужно говорить? Ну, всего не скажешь. Надо изложить сам факт, саму меру поврежденности в результате вот этого греховного увлечения. Он приводит несколько примеров. Например, сестра предложила помочь ей в каких-то трудах, я по ленности отказалась, потом раскаялась и все-таки присоединилась к ее деятельности. Или увидела лицо во всех отношениях привлекательное, долго не могла отделаться от нечистого впечатления, которое смутило сердце, молилась, покаялась. Господь даровал мир сердцу, ощущается, как некоторое смущение, может быть, не без собственной вины, пустилась в разговор, долго любовалась, а потом и почувствовала отрицательные такие печальные последствия своей неосторожности, распущенности чувств. Вот их и называем. Имен, говорит святый Ильфеофан, не называть. Не надо пускаться в подробности. А потом я Клаве говорю, а в отношении Васи у меня вдруг как разбушевалось все. Вот Иван Иванович, которого вы, батюшка, хорошо знаете, про него я вам сейчас такое. Когда мы каемся в собственных грехах, то мы как раз обнаруживаем меру того собственного смущения, своей собственной задействованности страстей наших в определенном факте нашей истории, какой-то недавней, который призвано изложить без излишних натуралистических подробностей, особенно плоские грехи. Мера греха должна быть ясно обозначена, но какие-то чувственные, страстные и плоские подробности совсем нет необходимости излагать. Ну и все-таки понимать приходится то, что подлинная опытность придет со временем, когда будут некоторые уклонения, может быть, когда-то в излишне подробную исповедь, и это почувствовать, или сам батюшка в чем-то сказал не распространяться, а где-то напротив сказал достаточно в общих словах, а потом почувствовал или почувствовал недостаточность своей исповеди, и преследующий все-таки уточнил свою подлинную меру участия в том или ином грехе. Ну вот из этого опыта складывается уже впоследствии «золотая середина» или «та мера, в которой надлежит на исповеди открывать грехи свои». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...